Всех с наступившим Новым Годом! У нас с вами, я знаю, осталось несколько хвостов по разным плейлистам, но мне сейчас на каникулах нужно сделать одну очень такую работу, интересную по автоматизации управления определенными системами. Поэтому мы сейчас с вами начнем плейлист по DevOps. DevOps вообще-то понятие такое довольно широкое, можно много обсуждать, что туда входит, что туда не входит. Мы начнем с самого простого, с того, что точно входит в DevOps, это инфраструктура как код. Я вам сейчас запущу маленькую презентацию, и я думаю, мы с вами разберемся с этим понятием за две недели, если мне ничего не отвлечет. Для тех, кто не в теме, сделаем небольшую такую вводную часть. Значит, само понятие DevOps у нас, это объединение двух терминов, разработка и эксплуатация, и как видно на картинке из Википедии, еще и тестирование сюда тоже входит, то есть это development и operations. Это уже, ну нельзя сказать, что модная такая тема, уже, наверное, ну лет пять, как есть разные девопсеры, сообщество очень сильно развивается. По сути, это объединение системных администраторов с разработчиками программного обеспечения и частично с тестировщиками. Суть в том, что есть такая пограничная область, которой непонятно кто должен заниматься, программисты или админы. И поэтому есть такой момент передачи кода от программистов админам, которым никто особенно не занимается, и в этом месте передачи есть очень много таких мест, где могут происходить различные неприятности. И поэтому появились у нас такие девопсеры, которые как раз являются или админами со знанием программирования, или программистами со знанием администрирования, и позволяют сделать такую гладкую передачу. Это так очень в общих словах, я говорю это очень широкий термин. Ссылки я вам на Hubbardам, почитайте сами. Нас на данном этапе интересует понятие инфраструктуру как код. Это одно из направлений таких девопсерских. Суть, что у нас появляется возможность управлять развертыванием предложения, конфигурацией среды, так как если бы мы работали с кодом. То есть это не обязательно относится к внедрению приложения, это очень подходит и обычным админам, когда у нас есть множество серверов, и нам не нужно на каждый сервер заходить, чтобы что-то менять. Мы просто пишем небольшой сценарий, и затем этот сценарий у нас везде применяется. На картинке у нас пример того, что может быть такой частью инфраструктуры как кода, когда мы говорим, что у нас, вы видите, есть сервисы SSH и NTPD сервер, и мы хотим, чтобы эти сервисы были запущены на машинах и стояли в автозапуске. И затем, к кому мы эти сценарии применим, к каким машинам там, так это и будет все происходить. Это дает нам колоссальную экономию вообще времени, ресурсов, и позволяет привести нашу, возможно, распределенную сеть к какому-то единому стандарту. Но опять же, у нас с вами здесь не теоретические занятия, вы можете это все спокойненько читать где угодно, нам нужно с вами быстрее подойти к практике, поэтому у нас здесь только такие основные моменты. Значит, если говорить о методике инфраструктуры как код, есть, в принципе, два варианта. Это push и pull. Push – это когда мы проталкиваем код, то есть буквально у нас есть мастер, и этот мастер свой код толкает на подчиненные ему узлы. И есть методика pull, когда у нас есть узлы, которые, наоборот, сами по своему какому-то расписанию забирают, вытягивают код с мастера. Это единственное, что нам нужно сейчас понимать. Опять же, примеров может быть куча. Обычно, исходя из задачи, вы сами выбираете, какая вам методика подходит больше – push или pull. Вообще, чаще всего, конечно, используется push. Push подразумевает, что у вас есть хорошая связь с вашими узлами подчиненными, и что эти узлы, как правило, онлайн. То есть вы говорите, установите на все веб-серверы, допустим, такое-то приложение, или на всех серверах баз данных увеличить размер подкачки. Нажимаете клавишу Enter, и у вас этот сценарий уходит на ваши серверы и моментально там применяется. Методика pull, она больше подходит тогда, когда среда у вас распределенная, и вы точно не знаете, будет ли ваш узел на связи в какой-то конкретный момент времени. Кроме того, pull нам удобнее приводить сервера в порядок по какому-то их собственному расписанию. То есть, например, у меня сейчас используется, я вам в конце покажу, картиночку. Методика pull, потому что связь, вот на моем последнем проекте, с узлами очень нестабильная. Это модемы GPRS на машинах, которые стоят по всей России. Они выходят на связь абсолютно непредсказуемой, поэтому они просто сами приходят на сервер в какие-то моменты времени, забирают с него код и применяют его у себя. В другом же проекте, когда мне нужно следить за серверами приложений, я точно знаю то, что все эти серверы и приложения всегда онлайн, если они не онлайн, это уже как бы критическая ситуация, и там я могу моментально реагировать на какие-то задачи, и сразу push'ем проталкивать код на сервера, когда мне это нужно. С pull'ом у меня так четко это делать не получается, потому что если есть какие-то изменения, то они применятся только тогда, когда машина придет их и сама заберет. Опять же, это вы все тоже сможете понять, когда повнедряете одну-другую методику. Просто нужно сейчас понять, что есть push и есть pull. Вот и все. Собственно, самое важное, о чем мы будем говорить, это инструменты, при помощи которых мы можем управлять инфраструктурой как кодом. Я выделил 4 инструмента, на самом деле есть куча обзоров на том же Hub'е, я опять же вам брошу статьи почитать. Сейчас нужно сказать то, что, наверное, самый популярный это Puppet и Ansible. Есть еще у нас Chef, есть у нас еще SaltStack. Я внизу написал, кто из них pull, кто из них push. Опять же, у Puppet сейчас есть уже вариант, когда его можно запустить как push, но это очень корявый и неудобный вариант. И в то же время у Ansible тоже может уже работать в режиме pull'а, но это опять же совершенно неудобно, потому что он изначально предполагался как push-инструмент. Значит, Puppet у нас один из первых, по-моему, самый популярный инструмент по каким-то статистическим почетам. Узлы управляются при помощи мастера, они сами опрашивают периодический сервер и вносят на себя какие-то изменения, исходя из сценариев. Из минусов Puppet я могу сказать то, что нормальный Puppet мастер создать довольно-таки тяжело, несмотря на то, что есть подробные документации, потому что там очень много компонент, которых нужно корректно установить и связать между собой. Мы этим и будем заниматься. Кроме того, у Puppet есть клиентская часть, причем довольно такая толстая, она весит 40 мегабайт, трафика, синхронизация Puppet тоже жрет немало, и иногда приходится очень сильно поломать голову над тем, как описать манифест Puppet, чтобы он конкретно применился в случае, если у вас есть, например, такой компонент Puppet, как Hiero. Кроме того, у Puppet есть еще Enterprise-версия с удобным интерфейсом. Ну и в принципе, как pull такой вариант, я думаю, Puppet он оптимальный, но он очень удобен, его очень можно гибко настроить. Ansible, это у нас push-инструмент такой, он, насколько я помню, был сделан бывшим сотрудником Puppet Labs, и, соответственно, он впитал в себя очень много интересного из Puppet, и был построен с учетом опыта, собственно, работы Puppet. Значит, если Puppet у нас был написан на Ruby, то Ansible у нас написан на Python, и использует дегларативный язык разметки. У Ansible синдексис попроще, чем у Puppet, на мой взгляд. Главное отличие Ansible от аналогов в том, что ему не нужна ни установка никаких клиентских частей и агентов на управляемые системы. Он просто управляет удаленными узлами через SSH, по умолчанию через сертификаты. Довольно удобная штука, ее намного проще настроить, чем Puppet. Есть нюансы в управлении, потому что очень часто можно получать такие неожиданные ответы от серверов. То есть, прежде чем полноценно запустить Ansible на ваших средах, которые к этому были не готовы, нужно сначала среды очень капитально привести в порядок. Puppet с этим, конечно, проще совсем управляется, потому что у него есть клиентская часть, у него есть агент, и этот агент там сам со всем разбирается. Но опять же, это нюансы только в том случае, если вам нужно разом взяться сейчас и перестроить какую-то существующую большую инфраструктуру. Если вы выстраиваете инфраструктуру с нуля, то там все эти инструменты будут работать одинаково хорошо, вам нужно только как-то их выбрать. Значит, если с Puppet и с Ansible я работаю плотно, то с Чефом и Солстаком я не работаю вообще и могу только вам так поверхность на нем сказать, то что Чеф, он у нас более-менее похож на Puppet, потому что это все-таки тоже пул-инструмент. У него тоже есть главной сервер, есть агенты. Из плюсов у него то, что эти агенты можно разворачивать при помощи специальной утилиты, которая подключается через SSH на удаленные машины, потому что Puppet клиенты приходится все-таки ставить вручную или какими-то такими костылями полуавтоматическими. У Чефа есть специальный для этого инструмент. Солстак, он более похож у нас на Ansible, потому что это все-таки пуш-инструмент. Он тоже написан на питоне, тоже может связываться по протоколу SSH, но у него есть возможность использования точно так же его клиентского агента, что, соответственно, сильно увеличивает его функциональность. Опять же, у меня нет цели сделать сейчас этот обзор инструментов. Это вводная часть для того, чтобы вы могли перейти быстрее к практике, поэтому почитайте ссылки после видео. Значит, для всех этих инструментов есть множество модулей, плагинов, сайтов, где можно скачивать для них дополнительные компоненты. Задача только взять и попробовать эти инструменты и начать с ними работать. У меня вот сейчас на корзинке пример того, как я сделал Puppet Master. Ну, даже не Puppet Master, это сервер такое управление распределенными узлами. У меня на этом сервере установлен Puppet, для того, чтобы узлы могли подключаться сами по своему расписанию и забирать свои настройки. И, кроме того, у меня также настроен здесь Ansible. При помощи Ansible я могу вносить изменения на выбранные узлы или на группу узлов. Потому что, если я хочу внести какие-то отдельные изменения на отдельные узлы через Puppet, мне нужно создавать отдельные сценарии в Puppet для каждых узлов или для групп узлов. В Ansible мне достаточно просто один раз группировать узлы и на эти группы узлов отправить задачи просто из командной строки, например. Мне так довольно удобно делать. Ну, еще у меня здесь буковка Z есть, говорит о том, что у меня на сервере используется Zabbix сервер. Zabbix я собираю всю информацию, Zabbix у меня как мониторинг. Используется на этом сервере. Это пример той конфигурации, которую мы будем с вами точно так же создавать сейчас в нашей практической части. Если у вас по какой-то причине сейчас в голове вместо ясности появилась наоборот каша, после презентации я подчеркну, почитайте ссылки. Сходу вот так вот в девопс погрузиться довольно тяжело, потому что там очень много своих таких понятий и особенностей. Нужно немножко по-другому начинать собрать. Но мы справимся, как обычно. Мы начнем делать практику. С практикой придет понимание. С пониманием потом, спустя какое-то время, придет вообще ясно. Ну, собственно, на этом, я думаю, вводное видео можно заканчивать и переходить к первому практическому занятию. Продолжение следует... Продолжение следует...